Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова и сегодня в нашей студии Антон Воробьев, генеральный директор группы компании «Единство». Здравствуйте, Антон! Добрый день! Сегодня у нас тема важная для многих рязанцев. Резко подешевела нефть, резко подорожал доллар. Каким образом вся эта ситуация в мире отразится на строительной сфере? Ну, давайте мы можем разделить этот вопрос на две категории. Первая категория – что будет стоимостью квадратного метра и что будет с покупательской способностью людей. В первом случае, к сожалению, для многих рязанцев могу сказать о том, что мировые цены на нефть, как следствие доллара и евро, они не обойдут строительную отрасль в плане того, что достаточно большое количество импортных материалов и оборудования используется при возведении жилья. И это напрямую влияет на себестоимость строительства каждого квадратного метра. И многие застройщики, как бы они ни хотели, они все равно будут вынуждены повышать в ближайшее время цены на свои квадратные метры, а следовательно, жилье будет дорожать и оно будет менее доступным. Это первое направление. И второе направление – доступность кредитных ресурсов для населения при приобретении жилья. Речь идет в первую очередь об ипотеке. Мы все с вами неоднократно слышали о том, что ипотека, по мнению правительства Российской Федерации, должна быть доступней. 8% средняя ставка, которая существует на сегодняшний день – это не окончательный вариант, и она должна будет снижаться. Но, к сожалению, с начала марта мы видим о том, что, во-первых, риторика у властей поменялась с точки зрения планов по снижению ипотечной ставки. И ряд банков уже начинает заикаться о том, что ставки ипотечные у них поползут вверх. Пусть не на много, на 1,5-2% пункта, но тем не менее такой тренд уже наблюдается. Кроме того, я не исключаю вероятность того, что после 20 марта, после заседания Центрального банка и все государственные банки объявят об увеличении процентной ставки по ипотеке, и, следовательно, ипотечные продукты станут менее доступны для населения. Это тоже, к сожалению, не будет играть на руку нам, как застройщикам, ну и, соответственно, тем людям, которые задумывались об улучшении жилищих условий. Прогноз не очень утешительный, скажем так, и стоило бы поторопиться тем, кто желал приобрести в ипотеку квартиру. А что же можете сказать для тех, у кого уже есть квартиры, у кого дом на этапе застройки, как отразится на них вся эта ситуация? Ну, во-первых, те сроки ввода в эксплуатацию домов, которые у нас прописаны в соответствии с законодательством, соответственно, с разрешительной документацией мы в обязательном порядке исполним, то есть волноваться о том, что дома будут недостроены, по крайней мере, по нашей громкомпании, точно не стоит. Ну и если люди начинают волноваться по поводу цены, изменится она или не изменится, она зафиксирована договором, она будет неизменно в том виде, в котором, соответственно, мы договорились на этапе заключения договора. То есть здесь никаких изменений в сторону увеличения платежей не возникнет. Есть ли некие прогнозы, насколько долго продлится вся эта история с повышением стоимости, с долларом, который постоянно растет в цене? Есть ли некие прогнозы от вас и от экономистов, может быть, вы сможете поделиться? Либо это уже теперь на совсем, людям не стоит ожидать никаких улучшений в этой сфере? Вы знаете, на самом деле, падение цены, на наш взгляд, не является каким-то улучшением. По одной простой причине, если растет себестоимость строительства каждого квадратного метра, то падение в цене ниже себестоимости, во-первых, оно увеличивает риск стать обманутым дольщиком, ну и, во-вторых, соответственно, напрямую влияет на выбор тех строительных материалов, которые используются в возведении. И не секрет, что хорошие материалы дешево не стоят. И поэтому я бы, наверное, предположил, что с учетом того, что, во-первых, все дома в обозримом будущем должны будут перейти на новую систему привлечения средств граждан, а именно через кровосчета и проектное финансирование, то есть получается, что в цепочке взаимодействия между клиентом и застройщиком появляется еще и третья сторона – это банк со своим кредитом, то себестоимость строительства жилья вырастет минимум на величину банковского кредита, который вынуждены будут по всем без исключения объектам привлекать застройщики. И банк уже будет смотреть рентабельность проекта с учетом возможности заработка, именно в том числе и со своей стороны. То есть жилье дешевле, чем оно стоит сейчас, в обозримой перспективе, то есть я смотрю на 3-4 года вперед, дешевле не будет точно. Почему в данном случае я делаю такие выводы и почему не повторится ситуация 2015 года, когда все без исключения компании были вынуждены снижать цены на квадратный метр, чтобы люди жилье покупали? Потому что при проектном финансировании застройщикам исчезает потребность в деньгах от населения. То есть финансирование происходит строго по графику, происходит за счет кредитных средств банка, поэтому спрос на жилье, а также, соответственно, заключение сделок уже не является таким первоочередным фактором для застройщика, для того, чтобы, соответственно, дом строился четко по графику. Ведь раньше как было? Есть продажи, стройка активно ведется, продажи понизились, стройка следует за ними, потому что финансовый поток средств напрямую влияет на скорость возведения жилого комплекса. Сейчас при проектном финансировании такая потребность просто исчезает. Ходят слухи, в том числе в средствах массовой информации, об отмене долевого строительства. Как сможете прокомментировать вот эту ситуацию, как повлияет она, и действительно ли отменят долевое строительство, или люди смогут все так же покупать квартиры, вкладываясь постепенно? Вы знаете, систему долевого строительства не отменяют. Все изменения, которые мы последние два года слышим, они направлены не на отмену долевого строительства, а четкое урегулирование ситуации путем запрета застройщику напрямую привлекать средства граждан. То есть в данном случае договор долевого участия в строительстве жилья на тех же условиях, именно как ипотека, рассрочка, платежа, полная оплата квадратных метров, она останется неизменна. Но в данном случае человек уже не будет нести деньги в строительную компанию, он будет нести их на специально открытые счета в банке, которые будут обеспечивать, во-первых, сохранность этих денежных средств, и будут обеспечивать, соответственно, финансирование на достройку данного объекта, тем самым выступая неким гарантом между застройщиком и дольщиком о том, что один достроит, а второй получит именно то, за что он заплатил. Поэтому долевое строительство не отменяется. Оно как было, так и будет оставаться у нас на сегодняшний момент, наверное, самым приоритетным направлением по возведению новостроек, с учетом тех планов, которые на уровне президента Российской Федерации были озвучены к 2024 году. Ну и еще один вопрос, который волнует без исключения всех в стране и в мире, это коронавирус. Отражается он абсолютно на всех сферах, даже, казалось бы, не связанных со здоровьем и так далее. В вашей сфере, в сфере строительства, каким-то образом есть отголоски коронавируса? Если, опять же, разделить вопрос на две части. Первая часть – это, собственно, самостройка, а вторая часть – это реализация квартир. Конечно, при проведении строительных работ, здесь коронавирус в меньшей степени, соответственно, затронет строительную отрасль. Почему? Потому что, как правило, это работа на открытом, свежем воздухе, небольшой объем контактов, то есть количество сотрудников, которые работают на стройке одновременно, оно в редких случаях превышает более 10-15 человек в едином пространстве. Поэтому я думаю, что в части проведения самой стройки это, наверное, особо не повлияет. Другой вопрос – панических настроений населения, которые боятся приходить на встречи в офисы для консультации, выбора квартир, заключения договоров из-за того, что думают, что там массовое скопление людей. Вот специально для тех людей, которые поддаются с каким паническим настроением, соответственно, и хотят дистанцироваться от контактов с посторонними людьми, мы запустили со вчерашнего дня так называемый дистанционный сервис, то есть согласно положениям которого мы любым удобным для потенциального клиента способом помогаем ему выбрать квартиру в любом жилом комплексе, согласовать виды оплаты, каким образом будут проводить оплату, решить вопрос, соответственно, с ценой договора, с прочими условиями по приобретению, подготовить договор, выслать ему на ознакомление и увидеться только один раз непосредственно на подписании договора для того, чтобы, соответственно, минимизировать количество контактов между нашим клиентом и сотрудниками компании, тем самым попытаться в большей степени уделить внимание безопасности, соответственно, и контактов с посторонними людьми. Правильно ли я понимаю, что несмотря на ситуацию в мире с долларом, нефтью и удешевлением рубля, ваши покупатели, ваши потенциальные клиенты могут не беспокоиться о качестве? Вы все равно будете гарантированно строить дома в том же качестве, в котором привыкли видеть? На самом деле за последние годы, соответственно, сложился определенный стереотип у наших потенциальных покупателей, да и у всех застройщиков, соответственно, даже не стереотип, можно даже сказать стандарт того уровня качества жилья, которое люди хотят получать, отдавая приоритеты между вторичным жильем и новостройкой. И снижать этот стандарт на сегодняшний момент не выгодно никому из застройщиков, да, и в принципе это будет не совсем честно по отношению к нашим покупателям, поэтому я думаю, что тот уровень качества, которым задали определенное количество лет назад, он будет оставаться либо на прежнем уровне, либо, соответственно, от проекта к проекту только повышаться. Потому что чем качественнее выполнен проект, чем больше опций мы предлагаем нашему потенциальному клиенту, тем больше вероятность того, что он выберет именно нашу компанию. Поэтому здесь бы я предполагал, что беспокоиться вообще в принципе не о чем. То есть качество домов, оно будет на прежнем уровне. Ну и в завершение нашей беседы, несмотря на то, что, скажем так, прогнозы неутешительные для покупателей, которым придется, если они захотят, приобрести квартиру, увеличить эту статью расходов, заложить бюджет больше, чем, допустим, полгода даже назад, скажите о своих прогнозах относительно вот именно строительства. Ожидаются ли проблемы для вас? Как вы считаете? Вы знаете, недвижимость – это уникальный продукт, который, в отличие от всех остальных видов вложений, он имеет свойство после приобретения только дорожать. Ведь когда вы покупаете новый автомобиль, выезжая из автосалона, он же автоматически становится дешевле, вы его никогда за те же самые деньги не продадите. То же самое с бытовой техникой, с многим другим рядом товаров. При приобретении квартиры, в том числе по условиям участия в долевом строительстве, у вас стопроцентная гарантия того, что дешевле, чем вы приобрели, уже это жилье не будет. Как я уже ранее говорил, распродажи уже сейчас в строительстве практически не существует. Поэтому мы видим, что спрос у людей на недвижимость, он есть. Мы прогнозируем, что он останется минимум на том уровне, который видим сейчас. Потому что недвижимость, это опять же, повторю еще раз, не только насущная потребность в улучшении жилищных условий, но это тихая гавань для сбережения своих вложений в наше, к сожалению, неспокойное время. И поэтому я думаю, что исходя из того, что спрос мы прогнозируем останется достаточно хорошим, и мы можем, исходя из этого спроса, планировать дальнейшее развитие компаний, то опасаться, опасения, вернее, у нас, как у застройщиков на сегодняшний момент, о том, что мы достраиваем только те проекты, которые есть сейчас, и никаких новых площадок не закладываем, в принципе, на ближайшие годы нет. Спасибо вам, Антон, что нашли время приехать к нам в студию и рассказать нашим телезрителям о том, как обстоят дела в сфере строительства в связи с мировой ситуацией. В гостях у нас сегодня был Антон Воробьев, генеральный директор группы компании «Единство». Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин